Осенью 1941 года гитлеровские войска рвались к Москве, осуществляя операцию «Тайфун», разработанную немецким командованием. Цель плана была одна – захватить столицу в самые кратчайшие сроки. В этот период Клин стал прифронтовым городом, где развернулись ожесточенные кровопролитные бои. Особенно тяжелая обстановка сложилась в нашем городе после 20 ноября. Чем ближе враг поступал к Москве, тем упорнее остановилось сопротивление наших войск. Оборону города вели две армии – 30-я под командованием Лилюшенко и 16-я армия Рокоссовского. Когда немецкие войска находились еще на подступах к Лину, город подвергался ожесточенным бомбардировкам с воздуха. 29 октября 1941 года в результате авианалета на город было сброшено около 140 фугасных и осколочных бомб, одна из которых попала в цех стекольного завода. Взрыв унес жизни 16 человек, а всего в результате той бомбардировки погибли 74 мирных жителя. Сдерживать натиск фашистов нашим войскам было крайне тяжело. Перевес в численности живой силы и техники на стороне врага был значительным. И несмотря на героические действия обороняющихся, 24 ноября город пал. Началась временная оккупация, длившаяся 22 дня. Узнав, что враг прорвал линию обороны советских войск, многие жители города спешили покинуть свои дома. Большинство из них уходили в соседние деревни и села. Те, кто не мог покинуть город, прятались в бомбоубежище, которое тогда располагалось в сквере Афанасьева. Среди них был и 15-летний клинчанин Байкин Алексей. Он с мамой и тремя сестрами находился в укрытии в первые дни оккупации. 24 числа входят два немца с автоматами в это бомбоубежище. Девчонки, конечно, все так это, можно сказать, перепугались. Ну, мы же дети были, кстати. Вот. Но немцы, значит, они смотрели, значит, что нет ли там военных. Вот. Смотрели и ушли. Оккупировав Клин, немцы в первую очередь заняли дома и квартиры эвакуированных жителей в поселке Майданово, а также пятую школу. Затем постепенно стали размещаться в соседних деревнях. На тот момент город уже был на четверть разрушен. За время авианалетов немцы уничтожили 258 домов, оставив таким образом без крови 2200 семей. Пострадали от бомбардировок почти все клинские предприятия. А главную достопримечательность, дом музея Петра Ильича Чайковского, превратили в казарму. Тяжелое положение клинчан, находившихся в оккупированном городе, усугубляло отсутствие продовольствия и питьевой воды. За водой ходили туда, к линии, куда забордино, на железную дорогу, у них колодец был. На санках везут, я-то не ходил за водой, а сестренки. Везут на санках, там, в ведрах. Немцы, значит, подходят, берут, значит, ведра с водой, а свободные ставят. Ну, сестренки опять едут. Надо же, потому что колонки-то не работали. Как вспоминает Алексей Федорович, немецкие солдаты, находившиеся в городе во время оккупации, были уже в предвкушении общей победы, поскольку до Москвы оставалось рукой подать. И мало кто из них сомневался в успешном завершении операции «Тайфун». Немцы даже не очень, ну, следили за пленными. Ну, они чувствовали, что скоро Москву возьмут, чтобы были новыми веселее. Там с губной паром гармошкой играет Роза Мунда. Только вот никто из веселившихся тогда немецких солдат и офицеров не знал, что советское командование уже готовит контрнаступательную операцию, которая будет суждено изменить весь ход Великой Отечественной войны. Редактор субтитров А.Семкин